Всем привет, друзья! Сегодня я подготовила для вас совершенно небольшую, но очень и очень уютную подборку книг, которые можно почитать зимой, в частности в декабре, чтобы напитаться этой атмосферой зимней, чтобы померзнуть и дома тоже, не только на улице, чтобы почувствовать вот это предвкушение приближающихся праздников. В общем, если вы такой же читатель сезонный, как и я, то добро пожаловать, здесь вас ожидает много всего интересного. Я обожаю читать книжки по сезонам, не потому что у меня не хватает воображения представить погоду в книге, когда она не за окном у меня, а потому что так ты можешь читать книжки в режиме 3D, то есть персонажи мерзнут, кутаются дома в пледы или не хотят выходить на улицу, потому что там гигантские сугробы и очень-очень холодно, и ты вместе с ними, ты выглядываешь в окно, видишь эти сугробы, подкручиваешь себе батарею или поплотнее укутываешься в плед и думаешь, да, я тебя так понимаю. В общем, приятно разделить какие-то эмоции, какие-то чувства вместе с персонажами из книг, и эти вот зимние, мне кажется, эмоции приятнее всего разделять. Так что здесь у меня несколько для вас книг, действия, которые происходят зимой, которые приятно читать в холода, очень я их всех люблю, надеюсь, с каждым годом моя подборка будет все больше и больше разрастаться. И как в случае с осенней подборкой, да, у меня есть такая одна прям избранная книга, которую я всегда читаю, которую я всегда обращаюсь, когда хочу создать себе какое-то осеннее, такое мрачноватое настроение, и как только я беру ее в руки, у меня сразу тучи сгущаются над головой, я погружаюсь в какой-то такой мрак, нуар, и понимаю, что вот она осень, да, это Брэдбери Смерть – дело одинокое, вот для меня это самая осенняя книга на свете, то такая же книжка у меня есть и для зимы, при том, что обе эти книжки, что вот осенняя, что зимняя, они как бы вот вообще объективно не подходят ни мне, ни моим вкусам, ни моим предпочтениям, но почему-то они у меня прям очень мною любимы, в списке прям таких самых избранных книг, и вот зимняя у меня такая книга – это Аркадий Борис-Тругацкий «Отель у погибшего альпиниста». Кто бы мог подумать, что книга «Представитель советской фантастики» вообще попадет в список любимых, но это чудо произошло. Впервые познакомилась я с этой книгой в аудиоформате, прослушала я ее в начитке «Прекрасного Виторгана», и после его прекраснейшего голоса и того выражения, с которым он эту книжку зачитывал, «Я не могу теперь слушать аудиокниги, мне все не то, все не так, голос не тот, мне он не нравится, интонации мне не нравятся, выражения, с которыми читают, мне не нравятся». Вот именно Виторгана я прослушала просто в каком-то медитативном состоянии, с закрытыми глазами, очень внимательно, ни на что не отвлекаясь. Это единственная пока на моей памяти аудиокнига, которую я действительно с удовольствием прослушала. Потом уже я купила ее в бумаге, и каждый декабрь обязательно либо перечитываю, либо хотя бы читаю какие-то избранные кусочки из этого произведения. Очень я люблю атмосферу, очень я люблю юмор, очень я люблю персонажей и то, как это написано. В общем, все пазлы сложились, и это одна из моих самых любимых книг. Здесь речь идет о представителе правоохоронных, это как на русском, правоохранительных. В общем, здесь речь идет о каком-то полицейском, который решает отдохнуть от всех, от работы, от серых будней, от жены, от детей, и отправляется один в горный отель, чтобы там покататься на лыжах, забыть вообще обо всем на свете. Но как и за Эркюлем Пуаро, за которым даже в отпуске всюду следуют неприятности и преступления, так и наш главный герой оказывается заперт в этом отеле, его занесло снегом, он оторван от мира, а в отеле происходит убийство, и он вынужден вместе с остальными жителями найти этого убийцу, чтобы количество трупов не пополнилось. Очень атмосферная книга, здесь очень холодно, очень снежно, очень я люблю сцену, где один из героев, непонятно вообще почему, идет на крышу, ложится там на шезлонг, и его находят там спустя 3 часа, понятное дело, вообще в каком-то предсмертном состоянии и полностью обмороженном, и это настолько холодная сцена, что прям пробирает аж до костей. Очень я люблю здесь юмор и опять же персонажей, обожаю персонажа Чадо, это подросток, непонятно то ли мужского, то ли женского пола, и наш главный герой всю книгу не может понять, женщина это или мужчина, поэтому, чтобы не обидеть Чадо, он обращается к этому человеку как-то вот абсолютно обезличенно, то есть выдумывает какие-то слова, которые не подразумевают под собой тот или иной пол, и всю книгу он обсуждает по ходу еще расследования с другими персонажами, а кто это вообще, это девочка или мальчик, я не понимаю ему, я тоже не понимаю, как к нему обращаться, я не знаю, прекрасный персонаж, обожаю его, то есть, как вы видите, здесь и юмор хороший, и персонажи, и атмосфера прекрасная, все сошлось, еще и начитка замечательная, так что даже когда у меня нет времени в декабре, я хотя бы включаю ее себе на фон, прослушиваю, вспоминаю, обожаю просто эту книгу, здесь очень странный финал, поэтому никому ее советовать я не могу, но финал даже, даже финал мне в этой книге, в принципе, понравился. Еще одна традиция, которой я стараюсь, которой я стараюсь следовать каждую зиму, это читать книги Джека Лондона, особенно действия которых происходят на Аляске или на каких-то суровых северных декорациях, тоже очень они атмосферные, очень морозные, тоже ты дрожишь от холода во время чтения, и не потому, что у тебя там открыто окно или еще что-нибудь, а потому что в книжке настолько зимняя атмосфера, что тебя аж тоже пронизывает мороз. Очень люблю я сборник рассказов «Смог Белью и смог и малыш», здесь речь идет о таком достаточно изнеженном юноше, который решает попытать счастье и отправиться на Аляску искать золото, и в самом начале виден этот его рост из изнеженного юноши в настоящего же такого мужчину сильного, у него сразу лицо приобретает такой приятный загар, мышцы сразу же надуваются, потому что он носит неимоверные тяжести, и как он закаляется, как закаляется его характер. Очень интересные истории, в каждой из которых он борется со стихией, и подвергает свою жизнь смертельным опасностям, и ты читаешь «Замиранием сердца» о том, через какие трудности вообще он проходит, как он теряется на Аляске, посреди просто снежной пустыни, и ты переживаешь, что он оттуда вообще никогда не выберется, или как он добирается до какого-то поселения этих жителей, как они, господи, все слова уже позабывала. Коренных, я забыла слово коренных, коренных жителей, которые такие полудикие и готовы его убить. Здесь есть и смешные рассказы, как он подкалывает своих знакомых, и какие-то смешные всякие придумывают шутки и забавы. В общем, очень интересный сборник, прям ужасно атмосферный, ужасно холодный, настоящий такой дикий, суровый, да, вот северный климат, очень хороший, обожаю. Он любил эту жизнь, эту суровую полярную зиму, дикое безмолвие, беспредельные снежные равнины, на которые никогда не ступала нога человека. Вокруг него вздымались обледенелые горные громады, еще безымянные, еще не нанесенные на карту. Глав нигде не встречал одиноких дымков, поднимающихся над стоянками охотников. Он один двигался среди этих никому неведомых пространств. Одиночество нисколько не тяготило его. Он любил дневной труд свой, перебранки собак, устройство привала в зимние сумерки, мерцание звезд и пламенеющую пышность северного сияния. Но больше всего любил он свои ночные стоянки в этой снежной пустыне. Вовек не забудет он их. Ему грезилась картина, которую он когда-нибудь напишет. Утоптанный снег и горящий костер, постели с пары зайчьих шуб, разосланных на свежесрубленных ветвях, заслон от ветра, кусок холста, задерживающий и отражающий жар костра, закоптелый кофейник, кастрюлька, макосины, надетые на палки для просушки, лыжи, воткнутые в снег. А по ту сторону костра собаки, жмущиеся поближе к огню, умные и жадные, косматые и заиндивелые, с пушистыми хвостами, которыми они заботливо прикрывают себе ноги, и кругом сплошная стена непроницаемого мрака. Вторая книга, которую я тоже хотела бы вам посоветовать, это «Дочь снегов». Здесь уже история не о сильном закаленном мужчине, а о сильной закаленной женщине. И книжка достаточно любопытная, мне кажется, это что-то такое, получилось бы у Джей Ностин, задумай она, написать книжку в соавторстве с Джеком Лондоном. То есть здесь тоже приключения, путешествия на севере, серьезные испытания, постоянный риск смерти. Но при этом всем здесь и часто обсуждается сердечная сторона вопроса. Здесь у нас главная героиня, такая сильная девушка, вот когда у Джей Ностин тоже есть сильные девушки, духом, вот она тоже отправляется с мужиками, настоящими такими мужиками закаленными, на Аляску искать золото, но при этом ни в чем им не уступает, а может быть во многом даже их и превосходит, и это вообще повергает в шок всех тех мужчин, как так. Естественно, у него появляется очень много поклонников, и она там выбирает среди них своего избранника, там мужчины за нее сражаются, в общем, очень интересная, такая достаточно современная вещь о сильной духом и телом женщине, которая еще и даже многих мужчин может поставить на место. Так что выбирайте, что вам больше по душе, в этом году я буду знакомиться с третьей книгой Джека Лондона, возможно, она и станет моим фаворитом. Далее две книги, которые я в прошлом году прочла вместе, одну за другой, и прям влюбилась в обе. Первая это Мария Парр, Тоня Глимердал, норвежская писательница, у которой, мне кажется, врожденный талант писать глубокие, интересные, смешные и увлекательные книжки детские, которые понравятся не только детям, но и взрослым. Здесь о такой грозе хутора, о маленькой девчонке-сорванце, о Тоне Глимердал, которая строит просто всех жителей хутора, и мужчин, и женщин, и такой главный, да, там, управляющий на этом хуторе. Влипает она тоже в кучу забавных, смешных ситуаций. Ее лучший друг – это пожилой мужчина, и они с ним вот постоянно тоже какие-то проделки совершают. Но при том, что книга очень веселая, она еще и очень глубокая, и затрагивает тему семьи, внутрисемейных отношений. И, мне кажется, проникнуться этой историей смогут даже такие уже задеревенелые взрослые, которых вроде как ничего особо не трогает. Тоня и Гунвальд, это вот этот ее пожилой друг, все время затевают то одно, то другое. Но дело, которым они занимались всю зиму, это вам не хухры-мухры, это дело стоящее, в этом уверены и Тоня, и Гунвальд. Они конструировали идеальный снегокат, устойчивый, как паром, быстрый, как мотоцикл, и красивый, как покойная бабушка Гунвальда. Если проект удастся, то еще до будущего Рождества они поставят производство этой модели на поток и загребут денег больше, чем даже у Клауса Хагена. Ну, как вы понимаете, здесь Тоня все время катается на лыжах, на санках, и настолько прекрасно описан этот норвежский хутор, что тебе хочется, нетерпимо просто хочется в Норвегию. Поискать эту Тоню и покататься вместе с ней на лыжах, на санках. Следующая книга тоже норвежского писателя, это Руна Белси, «К простодурсен, Дима от начала до конца». Видимо, у норвежских писателей у всех прекрасно получается писать какие-то детские, душевные, мудрые книги в зимней атмосфере. Здесь книга достаточно сильно похожа на мумитролей, здесь тоже вроде как люди, такие очеловеченные маленькие монстрики, и об их мире, о том, как они там, что делают, о их каких-то мелких приключениях, каких-то душевных волнениях. Здесь три рассказа, и вот второй самый атмосферный, на мой взгляд, называется он «Простодурсен и великий марципановый пир». Здесь наши герои готовятся к какому-то празднику, очень похожему на Новый год, на Рождество, потому что там тоже у них есть ёлка, всякие вкусности они готовят друг для друга. И здесь очень трогательная история, в книжке это есть злодей, ну, он такой, да, злодей, какой может быть в детских книгах, то есть в нём есть недостатки, он достаточно скупой, этим объясняются все вытекающие недостатки, то есть он такой нелюдимый, одиночка, скупой, немножечко такой злюка, бука, и даже он, видя, как, да, готовятся к празднику другие жители этой приречной долины, он не может не заинтересоваться, ему ужасно хочется примкнуть к этому веселью, подружиться с ними всеми, подружиться в частности с одним из персонажей, но через характер свой он не может переступить, и там вот эти внутренние метания персонажа, очень мудрое, очень забавное, книжка просто невероятно мудрая, здесь каждое слово на вес золота, диалоги здесь очень глубокие, как вы видите, даже у взрослой тётки Алисы, 25-летней, здесь куча стикеров, как, блин, в каком-то философском трактате, настолько здесь вот есть тонкие, очень красивые какие-то моменты, описания, диалоги, опять же, просто прекрасно, я даже боюсь начать вам что-то зачитывать, потому что я, наверное, не остановлюсь, и зачитаю вам всю книжку. Чтобы копать, надо иметь чем копать. У меня разряжается камера, надо быстро-быстро что-то найти. Значит, спросил Кавриксен, у тебя всё хорошо? Нет, у меня всё всегда нехорошо, и это хорошо, потому что если всё долго будет хорошо, к этому недолго и привыкнуть, а когда потом всё снова станет нехорошо, то... Следующая книга, которую я открыла для себя в этом году, и удивлена, что до сих пор её нету во всех зимних подборках, это Лора Билла Иван, «Южно-русская Овчарова». Сборник рассказов о маленькой затерянной деревушке, которой, в принципе, даже нету на картах, поэтому в ней никогда не бывает новеньких жителей, и все рассказы, которые здесь происходят, они происходят с нашими старожилами. Это магический реализм, и здесь много разных прекрасных волшебных вещей, здесь персонаж готовит сгущёнку из темноты, здесь мёртвые встают из могил, а живые почему-то умирают, здесь персонажи как-то раздваиваются, расстраиваются для собственной выгоды, здесь, в общем, происходит очень много разных забавных вещей. Книжка немножко грустная по настроению, здесь очень сильно рассматривается тема смерти. Поэтому, в принципе, под ёлкой читать её я бы вам не особо советовала, но здесь очень-очень зимняя атмосфера, здесь перед каждой главой есть иллюстрации, и по ним можно понять, что здесь очень много снега, здесь есть рассказ о том, как одна семья ехала на машине по заснеженному лесу, и было так много снега, что у них машина там загрузила, им пришлось выйти из неё и искать помощи, и набрели они спустя несколько часов на какую-то хижину к старичку, который их там приютил. Здесь есть рассказ про то, как наши герои оказались на каком-то пляже, подсветили фарами машины водоём, а там ходило почему-то много старичков с портфелями по воде прям, из которых торчал фонарик и подсвечивал воду, и вот они такие обледенелые, замёрзшие, выходили из воды, никого не замечая, куда-то уходили, и наши персонажи подумали, что это вообще происходит. Здесь есть рассказ, как ловили рыбу во льду, короче, опять забыла слово, вы поняли, да, дырки во льду проделывали, ловили там рыбу, господи, что мне с головой сегодня, надо пойти покушать. Так что книжка действительно очень зимняя, вот особенно первые рассказы, они ещё достаточно жизнерадостные, я вам особенно советую читать. Вторую половину книги можете почитать после праздников, когда все деликатесы будут съедены, ёлка будет убрана, по счетам надо будет платить, и приходит понимание, что всю зарплату ты потратил на подарки близким, и денег нет, и вот когда нагрянет такое вот депрессивное настроение, в январе постучится к тебе, ты выглянешь в окно и увидишь там не снега, серое месиво, можно почитать и вторую половину книжки, и разделить мысли о смерти с нашими героями, но действительно очень хорошая вещь, там вот такой вот деревенский колорит, очень ярко так показан, обожаю тоже эту книжку. И последнее, что я вам хочу посоветовать с такой зимней холодной атмосферой, это моя любимая книга, одна из Эни Прул, ее корабельные новости, давно, кстати, я об этой книге не трещала, а учитывая, что вышло ее переиздание, где-то год назад, ее можно спокойно купить, это, мне кажется, упущение с моей стороны, так что вот, читайте, у меня старое издание, еще очень оно мне нравится, мне его подарила дорогая подписчица, так что оно очень для меня ценно, и здесь красивые такие цвета на обложке, здесь история достаточно жизнеутверждающая, здесь история о типичном неудачнике, у которого в жизни ничего хорошего не происходило, мало того, что он и сам такой, знаете, рохля, такой полненький, безвольный, тело у него такое безвольное, так у него еще и жизнь так складывается, он женился на настоящей стерве жестокой, по-другому ее не назовешь, которая его использовала, постоянно ему изменяла, и, в общем, делала его самым несчастным человеком на свете, на работе он ни на какой долго не задерживался, даже друзья его переехали в другое место жить, и даже друзей своих он потерял, в общем, ничего хорошего в его жизни нету, пока он не решает с тетей переехать на Ньюфаундлендские острова, на землю его предков, и попытаться начать жизнь там с чистого листа, а учитывая, какой он изнеженный, то этот суровый северный климат создает ему настоящие испытания, ему там приходится жить в маленькой хижине, в которой часто отключают там воду, в которой постоянно нет, точнее, в которой вообще нет электричества, в которой, чтобы исправить нужду, нужно выходить на улицу в минус 20 посреди ночи, ему там надо попытаться найти работу, наладить отношения с местными жителями, и работа у него, кстати, достаточно интересная, он пишет новости о каких-то авариях и страшных жестоких происшествиях, ему там надо научиться управлять лодкой, потому что там все передвижения, в принципе, совершаются с помощью этого вида транспорта, не автобусов или машин, в общем, как всегда, мне осталась минута видео, и у меня разрядилась камера, в общем, быстро, пока я 3 секунды ее подзарядила, здесь такая суровая борьба со стихией, показана очень, что ли, привлекательно, изнеженного городского человека, который привык к городскому комфорту, где все, в принципе, делают за тебя, и все за тебя устроено, а здесь тебе нужно опять обрести какую-то гармонию, какие-то наладить хорошие отношения с природой, полюбить ее, понять ее, заставить ее полюбить вас в ответ, и, в общем, очень мне понравилась эта атмосфера, вообще, я обожаю атмосферу северных островов, если вы знаете какие-то книжки, которые происходят именно в этих таких серьезных погодных, каких-то природных условиях, то напишите мне, пожалуйста, очень интересно, в общем, я обожаю эту книжку, тем более хорошо ее читать в декабре, когда ты даешь себе какие-то обещания на следующий год, вот с января я похудею, там, начну изучать новый язык, и так далее, и так далее, и так далее, вот история Куойла, или Куёля, а забыла, как его зовут, Стана имя, очень на это вдохновит, если уж он смог полностью изменить всю свою жизнь, и свою личность, и свои привычки, то ты тем более сможешь, так что обожаю эту книжку, многие почему-то ее считают злой и жестокой, я вообще ее такой не нахожу, прекрасное произведение, очень вдохновляющее, и очень-очень зимнее, вот такие вот книжки, я надеюсь, вам понравилась эта подборка, и вы что-то для себя выбрали, пишите свои любимые зимние произведения, я как большой фанат, опять же, сезонного чтения, что-нибудь подчерпну, и почитаю, спасибо за просмотр, увидимся, воу, неожиданно, завтра, до свидания, друзья, до встречи в следующем блоге, в следующем блоге. Спасибо,